здравствуйте дорогие телезрители и конечно мои подписчики на канале youtube я вас всех очень люблю и всегда жду наших встреч и всегда меня переполняет просто желание рассказать вам что-нибудь новое и очень интересное сегодня речь пойдет о вашей любимой марганцовки но еще один препарат который ну наверное вы еще не использовали у себя на дачном участке а если такие есть то вот таких товарищей очень мало это трихопол вы конечно должны понимать что если какое-то лекарство лечит наш организм до от всевозможных внутренних грибковых там каких-то ненужностей и внешних конечно а это может вылечить и растения почему нет и уже вы знаете ну процентов 5 населения пользуются именно вот такими таблетками посмотрите внимательно трихопол всем вам знакомое лекарство это случается оно лечит очень многие заболевания грибковые но в данном случае если вы например будете опрыскивать растение от кладоспориоза очень простое слово оно вообще звучит в нашей жизни как бурые пятнистости бурые пятнистости они есть практически на всех растениях но вот фузариоз к сожалению трихопол не лечит эффекта не было замечено в использовании этого препарата от фитофторы нет от фузариоза нет а вот кладоспориоз когда на листьях бесконечные точки перерастающие расплывающиеся лечит сто процентов но опрыскивать надо каждые семь десять дней пока заболевание не покинет ваши участки значит плавно переходим к марганцовки ну она может быть в такой способе может быть в бутылочках а может быть в пакетах плотно набитых сейчас уже марганцовку можно купить вот в таком количестве очень маленьком и и то не везде даже в аптеках вы ее редко встретите к сожалению это так но мы привыкли к марганцово кислому калию а правильно а правильно елки иголки это звучит калия перманганат вы должны помнить что марганцовка конечно очень хороша но вы иногда делаете вещи непозволительные совершенно вы уже эту марганцовку пихаете везде где только можно нельзя запомните себе пожалуйста что марганцово кислый калий он вообще хорош от каких-нибудь вирусных и грибковых заболеваний не от вредителей когда вы садите помидоры высаживаете в теплицу вы зачем туда перегной золы все такими горстями и все вот это перемешав воскнув корнями туда помидор вы еще и марганцовкой розового цвета густенько полили а потом наступает конец вашей помидорине и вы начинаете паниковать а шо он у меня желтый да вы просто сожгли ему все что только можно идет реакция раскисления золы землей идет реакция закисления перегноя землей и идет реакция отрезвления марганцово кислым калием ну посадили вы помидор в перегной там золой да ну будет проблема однозначно потому что это все делается с осени под перекопку запомните пожалуйста не нарушайте правила огорода играйте вы по правилам растений они по своим мало ли что вам захотелось надо делать все как следует чтобы получить урожай и и не пропустить сезон это же очень важно значит марганцовку можно использовать конечно вы можете замачивать в темно-розовом например лук перед посадкой например луковичные да это можно делать но там и держать их нужно всего ну буквально там 10-15 минут а то и три минуты смотря какой раствор вы сделаете ну вот если бы ваша земля была без присутствия вот в этой корневой системе перегноя и золы вы можете тогда себе позволить в простой почве до первая поливка при посадке может быть и с марганцовкой только бледно розового цвета понимаете что такое бледно бледно это почти незаметный до марганцово кислый калий крайне необходим нашим растениям но не в такой концентрации как вы это делаете значит опрыскивать марганцовкой очень и очень страшно потому что если вдруг солнышко коснется раствора да еще розового розового цвета ну тогда беда то придет однозначно и тогда вы пожалеете о том что вы так старательно это делаете поэтому опрыскивать опрыскивать марганцовкой не рекомендую а вот полить под корень слабо розовым раствором можно например астры да неоднократно можно растения любые в принципе и через каждые там 14 дней но только слабо розового цвета тогда у вас все получится опрыскивать ну нет вы меня конечно простите за мое упрямство ну вот я не хочу чтобы вы потом хлопали себя по ногам и чесали бороды и головы и говорили господи ну что она делала что у меня там все уже вон закрутилась пожалуйста не делайте этого но если вы все-таки приверженцы ну не совсем знаете злобной химии у себя в саду на огороде и вообще на даче ну тогда воспользуйтесь моими советами да марганцовка да трихопол но совершенно строго от определенных заболеваний они просто чтобы внести и чтоб все погибло всего доброго вам до свидания всегда с вами всегда ваша тетя таня и и и и и и и и